Победы у Бункерного только на бумажках. И пока он пытается показаться бравым молодцом и победителем. Как вы в целом сейчас оцениваете ход специальной операции на этот момент и какая там обстановка с учетом контрнаступления? Ну, я уже говорил, это хорошо известно. Вооруженные силы Украины начали его 4 июня, используя стратегические резервы. Как ни странно, на данный момент времени наблюдаем определенные затишки. Связано это с тем, что противник несет серьезные потери. И в личном составе, и в технике. Вот на вчерашний вечер, точнее на ночь сегодняшнюю, я уже не говорю о потерях личного состава, они очень значительными, очень являются. Наши мужики наколотили 245 танков противника и примерно 678 бронемашин разного типа. Заметили, как он от балды берет эти цифры? До этого, буквально несколько дней назад, он заявлял совсем другие цифры. Сейчас на сегодняшний день 186 танков потеряно украинской армии и 186, по-моему, да, 186 и 418 бронемашин различного класса. По числу, по количеству, 218 танков, из них и Леопарда, и там 418, по-моему, бронированных машин, из них и Брэдли в том числе. Ох, еще тот фантазер. Ну, ватным головам не понять. Это ж Путин, это ж явно правда. Как ни странно, понимает это Пригожин. Объясняю, почему расходятся. Потому что на стол президенту несут тотальный, бессовестный. Когда мы брали Бахмут, мы пускали туда всех военкоров. Вы это хорошо помните. Для того, чтобы они видели реальное положение дел. И никто никогда не рассказывал про тысячу уничтоженных танков и бронемашин. Это просто болтовня. Туда никого не пускают, ничего не показывают. Именно из-за того, что там колоссальные проблемы. Как бы это ни звучало, но у этого черта иногда есть проблески ума. Субтитры сделал DimaTorzok